МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. Главные события, факты и комментарии. В начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители многоэтажки по Назарбаеву уверяют, соседка добивается сноса новой детской площадки. До этого начинала с противопожарной службы. 19-летний парень попался на закладках наркотиков. Что делать, если в доме завелись тараканы? Алина Темиргалеева узнала алгоритм действий. Павлодарцы могут увидеть дамбру, которой 220 лет. Начала работать передвижная выставка из Акмолинской области. Спонсор новостей – Аксусский завод феросплавов. Один из крупнейших производителей и поставщиков феросплавов в мире. По второму кругу вывозить снег из частного сектора начали в Павлодаре. Жители тем временем жалуются, ходить по тротуарам с потеплением стало сложно. Застревают даже автомобили, а синоптики снова прогнозируют осадки. Подробности в первом сюжете. С приходом весны снега в Павлодаре меньше не стало. Работ по очистке города от него для коммунальщиков все еще предостаточно. Чиновники заверяют – работают круглосуточно. В уборке задействованы 20 спецмашин и 70 человек. Во дворах многоэтажек коммунальные службы снег чистят ежедневно. С начала зимы вывезли около 8500 тонн снега. Что касается частного сектора, пошел второй круг по его уборке. Сегодня расчищают дороги и вывозят горы снега на улицах 2-го Павлодара, а также в районах Лесозавод, Зеленстрой и МДС. С начала зимы вывезли порядка 450 тысяч тонн снега. Между тем, чиновники заявили, очищать город от снежных масс, колеи и наледи будут до полного потепления. Однако, по прогнозам синоптиков, коммунальщикам рано расслабляться. Неделя обещает быть снежной, а температура на столбиках термометров в среднем от минус 6 до минус 13 градусов. Оселия Скирбекова, Станислав Кейкин, телекомпания «Ирбис». Женщина, отказавшаяся давать деньги на спиртное сожителю, убила его. Конфликт произошел в Павлодаре в квартире многоэтажки по Машхур-Жусупа в июне 2023-го. В суде рассмотрели уголовное дело. Установлено, что мужчина распивал алкоголь и стал просить даму проспонсировать продолжение банкета. Она отказала. Завязался конфликт. Все закончилось тем, что Павлодарка нанесла несколько ударов ножом. Приговором ей назначили 11 лет колонии строгого режима. Молодого закладчика синтетики задержали в Павлодаре. Это, а также другие обсуждаемые темы дня в нашем обзоре. Я только напомню о том, что подписавшись на аккаунты телекомпании и заходя на сайт irbistv.kz, вы всегда будете первыми в курсе всего происходящего. Спонсор соцсетей «Мегастрой». Качественные товары по лучшим ценам. 19-летнего парня, подозреваемого в распространении наркотиков, задержали полицейские в Павлодаре, передает irbistv.kz. Во время обхода районов, где чаще всего делают закладки, внимание полицейских привлек парень с подозрительной активностью. Стражи порядка приняли решение осмотреть его автомобиль и обнаружили сверток с наркотиками. Оперативникам он рассказал, что нашел веб-сайт, где обещали крупный заработок. И он, не раздумывая, согласился. До вынесения приговора молодой человек водворен в изолятор временного содержания Павлодара. Когда это все закончится? Когда уже поймут, что после этого тюрьма неизбежна? Оперативники не могут найти работодателя этих молодых людей? Легких денег не бывает. На каких зданиях большие сосульки? Спрашивает главный аккаунт региона в инстаграме irbistv.tv у своих подписчиков. И вот что пишут люди. На многоэтажках. У нас на 16-этажных нет. Рубрика телекомпании Irbis и Павлодарских волонтеров с надеждой продолжает помогать питомцам обретать новые семьи. Знакомьтесь, этот малыш долгое время оставался один на автобусной остановке и даже в лютые морозы не пытался спрятаться в теплое укрытие. Волонтеры заметили бедняжку и не смогли пройти мимо, забрали домой на передержку. Если вы готовы стать тем, кто приручит малыша и подарит ему теплый дом, наполненный заботой и вниманием, обращайтесь по номеру 8705-602-3620 или в аккаунт ДомПриютНадеждПВЛ2. Ремонт в разгаре? Нужны материалы? В Мегастрое огромный выбор хозяйственных товаров и всех материалов, нужных для тепла и водоснабжения. Работаем как с организациями, так и с частными лицами. Мегастрой – это 15-летний стаж работы. Качественные товары по лучшим ценам. Приходите и убедитесь сами. Мегастрой. Действует система скидок. Наш адрес – Камзина29-1. Инстаграм – Мегастрой ПВЛ. В полударских школах можно арендовать спортивный зал. Не все горожане об этом знают, а многие не одобряют, что по вечерам вместо детей заниматься приходят посторонние взрослые люди. На каких условиях, расскажет моя коллега. Физкультура – полезный и необходимый для здоровья урок. Зимой в непогоду – лучшее решение спортивный зал. Об этом знают не только дети. Как оказалось, вечерами в школы пускают взрослых любителей активных игр. Мнения повладарцев по этому поводу разделились. Я считаю, что это неправильно. Потому что для наших, своих людей и для наших детей, я считаю, что не до конца сделаны условия, чтобы каким-то посторонним людям сдавать спортзалы. Не знаю, если не припочи школьные выметы, то возможно, да. Ну, если для хорошей цели, почему бы нет? Если бюджеты, деньги упадут, все в интересах школы, чтобы дальше могли развивать, как говорится, да. Что-то новое для закупов. Так не должно быть. Государственно, значит, государственно только для детей, раз это для обучения и занятий физиковой. Между тем, сдавать в аренду школьные залы законно. Допускается это в двух случаях – в рамках дополнительного образования и для проведения спортивных мероприятий по оздоровлению населения. Но так, чтобы не мешать учебному процессу. Поэтому только во внеурочное время. Составляется график свободный и выставляется на сайт госреестр и определяется, составляется, потенциальные подсервщики выходят, смотрят, кому это выгодно, подходят эти условия и определяют, составляют договоры с данной организацией образования. Плачивается это, согласно договору, счет, который определяет финансовый центр города в основном. И в конце года подводятся итоги и определяется, сколько каждая организация заработает. Деньги, заработанные на аренде, как уточнили чиновники, направляют на ремонт самих же спортзалов. Оплата почасовая – от 300 тенгет до полутора тысяч, а в некоторых случаях и больше. Зависит от размера и состояния помещения. Пускает до 20 человек. Тренироваться чужакам в школе можно до 10 вечера. Инвентарь, кстати, они должны иметь свой. Разрешено пользоваться только баскетбольными кольцами и волейбольной сеткой. Все остальное для детей. Обеспечивать порядок и безопасность во время таких визитов – ответственность администрации учебного заведения. Александра Петрова, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». На связи. Сколько стоят услуги сотовых операторов? Обзор в бизнес-новостях. Не по-соседски. Новые детские площадки рискуют лишиться жители многоэтажки по Назарбаева. Про самый сложный матч в истории баскетбольного РТШ расскажет Артем Буланов. А еще впереди специальный информационный блог. Все это после рекламы, так что дождитесь. Проращиватели, опрыскиватели, комплектующие к капельному поливу. Для удобства действует система самообслуживания, которая позволяет досконально изучить товар. А грамотные консультанты помогут сделать правильный выбор. Все ждут по адресу Катаева 36-1. Пусть растения будут здоровыми, а урожай – богатым. Ваш мини-маркет «Биосад». И не узнать, и не понять, как над землею летать. Герой моей сегодняшней программы, он говорит, нет такого артиста, который не переживает. Ему всего 11 лет. Меня все в школе называют певец. Шанс на жизнь, шанс на счастье. Кто же властен в этом скажи? Наталья зовут твою бабушку, да? Везде с тобой. Она меня воспитала. Она мне много чего дала в этой жизни. Ему тебя клипа, кстати, да, тоже немало? Да, немало. И, кстати, снимал их наш оператор Стас. Наш оператор Стас? Да, ваш. Тебя-то он снимал, а он наш вообще, да? Да. Станислав Кейкин аплодисменты ему. Проект «Откровение» и «Я – дети». Смотрите в субботу на телеканале «Ирбис». Девчонки бегают за тобой, кстати? Кстати, ну, нет. Автосервис «Экспресс» оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию легкового и коммерческого автотранспорта высотой около 4 метров российского, корейского, китайского, европейского и японского производителей. Выполнит кузовные работы, покраску кузова, сварочные работы, работы выхлопной системы, компьютерную диагностику, ремонт ходовой части, ремонт двигателей, мелкосрочный ремонт, промывка от топителей печек, проверит геометрию колес, регулировку развал схождения, проведет шиномонтаж и балансировку колес. Автосервис приглашает сотрудничать организации на договорной основе. Адрес улица Малая Объездная 4-5. Контактные телефоны 8771-425-7002 и 8771-475-7002. Теперь время экономических новостей. Дежурная по рубрике на этой неделе Александра Петрова. Саш, приветствую тебя. Оплата сотовой связи сильно отражается на твоем семейном бюджете? Привет, Владимир. Ощутимо. И думаю, не для меня одной. Услуги сотовой связи продолжают дорожать в Казахстане. Здравствуйте. Телеграм-канал Датаха передает. За месяц стоимость выросла сразу на 6,2%. И это максимальный показатель с 2011 года. А дешевела сотовая связь в последний раз в феврале 2018. Что касается годовой динамики, плюс 12,4%. Что тоже рекорд. Аналитики отмечают, вплоть до прошлого лета темпы роста цен были довольно скромными. К слову, абонентская плата за интернет увеличилась не так значительно. На 0,2% за месяц и на 3,5% за год. Встречайте в салонах Ральф Рингер актуальную весеннюю коллекцию обуви. Все модели созданы для комфортного и быстрого перемещения по городу. Это главное отличие европейского товара. Производитель уделяет большое внимание подошве и материалам, из которых изготавливается удобная и в то же время стильная обувь. Салоны Ральф Рингер расположены в торговом доме Тулпар, Бутик 221, Артур 2, Бутик 356 и в Старом Цуме, Бутик 22. Также есть салон Ваксу в торговом доме Агидель, Бутик 22. Отличная новость для павлодарских модников. В бутике Глазман продолжается акция. При покупке костюма рубашка и галстук в подарок. И, кстати, действует рассрочка. Приходите по адресу улица Академика Сатпаева, 130, торговый дом, сити-центр, второй этаж. Бутик работает с 10 утра до 8 вечера. Будьте всегда на стиле вместе с Глазман. Лучше всего о ваших чувствах расскажут цветы. Оформить их в красивый букет помогут в салоне Комплимент. Он работает без перерыва и выходных с 9 утра до 9 вечера по адресу улица Тарайгерова, 109. Также действует доставка, поэтому подарить любимым яркие эмоции можно с 7 утра до часу ночи. А сделать все лучшим образом вам всегда помогут продавцы-консультанты. Завершение курса валют. В Павлодаре доллар стоит 451 тенге, евро 492, рубль 4 тенге 95 тен. И у меня на этом все. Владимир. Благодарю, мы продолжаем выпуск. Новые детские площадки рискуют лишиться из-за конфликта с соседкой жителей многоэтажки по проспекту Назарбаева. По словам людей, писали письма в Экимат несколько лет с просьбой установить малые формы. Их услышали, но вот теперь столкнулись с непониманием среди своих же. Артем Клеван разбирался в ситуации. В 2023 году установка детских площадок в Павлодаре обернулась казусами. Подрядчик не успевал, и в итоге число 150 запланированных сократили до 100 новых игровых мест. В этот список попали многие, кто ожидал обновлений десятками лет. Но вот жителям многоэтажек по проспекту Назарбаева радость подпортили жалобы в прокуратуру. Многоэтажки по проспекту Назарбаева вдоль Касправды возвели в конце 90-х. По словам жильцов, детская площадка была, но очень старая. Лет пять назад ее снесли, и люди остались вообще без ничего. Принялись просить у чиновников. Детей очень много здесь. В каждой квартире сейчас молодые живут, два-три ребенка есть, это точно. Точно есть. Ну, у человек, наверное, 40 в нашем доме есть, таких, которые вот маленькие. Только на дачные идти или сюда вот на парк, на Живусы. Только так, но у родителей когда это время водить? Только по выходным дням, а в рабочий день-то дети все здесь, в окна смотришь. Установки новой детской площадки все же добились. Уже поздней осенью, говорят люди, буквально в снег монтировали горки, качели. Жильцы были счастливы, однако теперь могут лишиться долгожданного подарка от Акимата. У нас соседка есть с первого этажа в нашем доме непосредственно 282-4. Она неоднократно уже пишет жалобы. До этого начинала с противопожарной службы. Противопожарная служба. Приехали, часть вот конструкции, укажу, да, можно демонтировали, чтобы был пожарный проезд к этому дому. Вроде бы все успокоилось. Сейчас от нее поступила жалоба в прокуратуру. Жильцы обратились за разъяснением в прокуратуру Павлодара. В ответе им указали, установлено, что детская площадка расположена в нарушении свода правил. Каких именно не обозначает, но надзорники направили в адрес ЖКХ письмо, чтобы коммунальщики провели работу над ошибками. Люди переживают, что теперь могут и вовсе лишиться места для игр детей. В городском Акимате, к слову, пояснили. От жильцов поступило коллективное письмо, а потому пока вопрос вновь рассматривают в прокуратуре. Демонтаж сейчас не рассматривают. Арсум Клеван, Асанали Ахмеджан, телекомпания Ирбис. Пассажиры просят установить урны на остановке Садпаева. По словам людей, там нет ни одного контейнера. Свою просьбу зрители записали на камеру телефона и прислали в нашу редакцию. Смотрим все подробности в очередной подборке мобильного приложения. Спонсор мобильного приложения – Павлодарский завод ЭМИ. Приобретайте котлы длительного горения напрямую от производителя. Остановка Садпаева, угол Чокина. На остановке не оттуда не установлено. Примите меры, пожалуйста. Здравствуйте. Переулок Синой. 161. Не чистят снег. За зиму ни разу не почистили. Летом постелили асфальт. Должны были чистить снег. Большая просьба вывезти. Потому что у нас дома очень низко расположены. И летом вся вода пойдет во дворы. Это вот такая обстановка у нас во дворе. КСК «Радуга». Почему ничего не убирается? Во дворе бардак. Подъехать к нему не... Кто должен вообще чистить такие дворы? На машине подъехать не можем. Вон машина ере-еле. Не с детьми нормально... Не подъехать. Не на машине подъехать нормально. Пожалуйста, примите меры. Генерал Адюсенова, 138-1. Я хочу искренне и сердечно поблагодарить всех, кто организовал нам такой Майами-бич, пляж, такой теплый период. Спасибо всем тем, кто проектировал этот прекрасный двор. Всем тем, кто отвечает за уход за этим двором. В общем-то, я надеюсь, что какие-то меры можно принять. А то... Ну, я не знаю, что с этим делать, как тут ходить, потому что скоро все это растает и будет еще тяжелее. Невозможно будет пройти. Спонсор мобильного приложения Павлодарский завод Эми. Приобретайте котлы длительного горения напрямую от производителя. Завод Эми. Единственный в Павлодаре, где производят современные котлы длительного горения марки Эльбрус. Их изготавливают на профессиональном автоматизированном оборудовании. Вся продукция соответствует высоким стандартам качества и прошла сертификацию. Гарантия до 5 лет. Котлы мощностью от 15 до 1000 кВт подходят как для домов, так и для коммерческих помещений. Они пользуются спросом по всему Казахстану. На заводе есть свой конструкторский отдел, где рождаются чертежи будущего изделия. Важный момент. Котлы Эльбрус реализуются без наценок, поэтому они дешевле рыночной стоимости, ведь все поставки напрямую от производителя. Если вам нужен качественный товар, который прослужит долгие годы, обращайтесь на завод Эми. Он находится по адресу Центральная промзона 230. Подробную консультацию вы получите по номеру 8 708 306 17 18 66 04 03 или на сайте pzmi.kz Что делать, если соседи развели тараканов, а страдает весь подъезд? Об этом сейчас расскажет Алина Тимиргалеева время коммунальной сводки. Давайте узнаем, как бороться с вредителями в доме. Спонсор коммунальной сводки. Клиника РЖД Медицина. Города Барнаул. Здравствуйте. Если к вам неожиданно нагрянули тараканы, а очаг размножения находится не в подвале или на чердаке, а у соседей, которые отказываются проводить дезинсекцию, юристы рекомендуют обратиться в полицию. Сотрудники должны провести профилактическую беседу. Кроме того, можно написать заявление в санитарно-эпидемиологическую службу. Если же все действия кажутся безрезультатными, обращайтесь в суд, чтобы соседи, которые развели тараканов, обязали потравить их. А теперь перейду к планным отключениям на 12 марта. В компании монополисты сообщили, что во вторник с 9 утра до 5 вечера по улице Айманова света не будет в домах под номерами 26-1, 29, 29-1, 30, 31, 32 и 33. Также без электроэнергии, но уже с 9.00 до часу дня останутся жильцы домов в переулке Гоголя, а также на улицах Машкуржу Супа, Исеналиева, Жельтоксан и Эстая. Причиной станет ремонт рассматрованных подстанций. А на этом я прощаюсь. Тепла и уюта вашему дому. Спонсор коммунальной сводки. Клиника РЖД Медицина. Города Барнаул. Современное лечение ракопростаты без операции и химиотерапии в клинике РЖД Медицина при помощи хайфу-терапии. Узнайте подробности у врача-уролога клиники РЖД Медицина. Город Барнаул по телефону плюс 73852-5601-46. Пели песни, читали стихи и блистали эрудиции. Традиционные абаевские чтения прошли в Павлодаре. В городском этапе республиканского конкурса приняли участие ученики из 41 школы. Насколько хорошо подростки знают творчество великого казахского поэта и мыслителя, оценил наш корреспондент. В этом году в городском этапе абаевских чтений участвовало 123 ученика 8-11 классов. Лучших определяли в 6 номинациях. Самой зрелищной и яркой получилось музыкальная, в которой школьники исполнили песни на слова абая. Прочитать стихотворение собственного сочинения, рассказать наизусть слова назидания абая. Кроме того, в этом году ввели новое направление, которое требует от участников максимальной подготовки. Он должен знать все про абая. То есть его произведение. Он должен уметь ответить на любые вопросы жюри. Допустим, даже жюри в этом же направлении он может задать вопрос «А какие песни вы знаете, которые написаны, слова абая?» Даже вот такой вопрос может быть. Его не спеть, а просто ответить. Поэтому я думаю, что если ученик целенаправленно целый год готовился к абаю-кулару, я думаю, что он обязательно достигнет хорошего результата. Один из тех, кто рискнул испытать себя в новом направлении, одиннадцатиклассник Яросыл. Участвует в первый раз и сразу выбрал сложный уровень. Чтобы иметь шанс на победу, прочитал много литературы. Мне задавали вопросы по творчеству абая. Думаю, что ответил на все правильно, потому что хорошо изучил его творчество. Особенно хочу отметить путь абая. Это сложный роман-эпопея. Конечно, мне еще много надо читать и изучать, но думаю, что займу место. Призеров наградили дипломами от отдела образования. Семь победителей прошли в областной этап и продолжат погружаться в творчество абая. Александра Петрова, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Дамбру с более чем двухвековой историей презентовали повладарцам. Выставка «Передвижная» из Акмолинской области. В экспозиции старинные музыкальные инструменты казахского народа, в том числе забытые. Собравшиеся также стали участниками лекции концерта. Среди них был и наш корреспондент. Национальные инструменты привезли специально из Акмолинской области. Музей при городском доме культуры города Косши начал свою работу в прошлом году. В фонде хранится более 1600 экспонатов. Это первая выездная выставка. Отметим, что проект организован повладарским центром Шанрак и общественным объединением ЖИБе. Вниманию повладарцев были представлены духовые, ударные, щипковые и забытые музыкальные инструменты. Самому старинному около двух веков. Самый старый инструмент здесь домбра более 220 лет. Лицевая сторона инструмента была заменена в 1965 году. В экспозиции самые разные музыкальные инструменты. Некоторые многие даже никогда не видели. В ходе выставки собравшимся показали, как изготавливается такой инструмент, как Сассернай. Руководитель музея национальных инструментов, мастер-ремесленник рассказал об истории каждого экспоната. Инструмент Сассернай изготовлен из глины. В прошлом широко распространенный инструмент в казахских степях. И на его создание у меня ушло всего 30-40 секунд. Каждый инструмент должен храниться при определенной температуре. Нужно за ними ухаживать. Мы постарались показать гостям все эти инструменты. Здесь же устроили лекцию концерт. Артисты-мастера не только играют на музыкальных инструментах, но и сами их создают. Они подчеркивают, что их главная цель популяризация забытого национального наследия. Музей национальных инструментов единственный в Казахстане. Павлодар стал первым городом, где презентовали уникальные экспонаты из его фондов. Заматает Халин Станислав Кекин телекомпания Ирбис. Азиатская конфедерация бокса прямо восхитилась сборной Казахстана в отборочном турнире на Олимпийские игры. Они, кстати, состоятся в этом году в Париже. А вот мой дорогой коллега, ведущий спортивных новостей Артем Буланов знает, почему чиновники от бокса прям-таки довольны нашими атлетами. Именно так, Владимир, привет. Здравствуйте, дорогие зрители. А все дело в том, что на лицензионном Олимпийском турнире в Италии сразу пять спортсменов из Казахстана вышли в четверть финала и полуфинала. А еще два боксера уже получили путевку в Париж. Хороший ход. Еще больше новостей спорта через мгновение и даже не вздумайте переключать. Все мы помним с детства головокружительный запах свежеиспеченных пирогов. И сейчас пироговая лавка перенесет вас в то волшебное сладкое время. Чем же пахнут их пироги? Теплом бабушкиных рук, маминой заботой, домашним уютом и добротой. Это не просто обычная пекарня, а место, наполненное необыкновенно вкусной выпечкой. Всегда горячий и свежий. Ее вкус забыть не получится. Горячий пышный мякиш, аппетитная румяная корочка и много сочной начинки. Ммм, пальчики оближешь. Забрать пироги вы можете сами или заказать доставку по номеру 8708 504 0169. Пироговая лавка пекут с огромной любовью. В автобусном парке города Аксу обновили общественный транспорт и теперь перемещаться по городу стало еще удобнее. Все автобусы современные и комфортные, а главное оснащены устройствами для перевозки людей с ограниченными возможностями. Кроме того, автопарк пополнен вместительными автобусами-гармошками, которые позволяют перевозить большое количество пассажиров. Сейчас по городу курсируют 23 автобуса большого класса и 3 маршрутки. В связи с этим автобусный парк приглашает на работу водителей с категорией D, кондукторов, контролеров, слесарей по ремонту автобусов и механиков с опытом работы. Вам предлагают стабильную работу, своевременную оплату, полный соцпакет. Станьте частью команды автобусного парка города Аксу и внесите свой вклад в безопасность и комфорт общественного транспорта города. Обращаться по номеру 8 747 414 38 09. Самый сложный матч в истории баскетбольного Иртыша в нашем городе хозяевам паркета противостоял лидер национальной леги клуб Ирбис из Алматы. Неудивительно, что итоговая разница на табло 40 очков. Такого разрыва болельщики из при Иртышья еще не видели. Это последние два домашних матча Иртыша в нынешнем сезоне национальной лиги. И стоит ли говорить, что для команды невероятно важно порадовать собственные трибуны. Ну а в соперниках клуб с озвучным именем Ирбис. Нас ждет грандиозная битва. Для повладарской команды, дебютанта национальной лиги и единственного клуба, который почти полностью играет своими воспитанниками, первый поединок против Ирбиса получился настоящим мастер-классом. Успеть за быстрыми комбинациями оппонентов было почти невозможно, плюс гости из Алматы физически крепче и выносливее. Если в первом и втором отрезках была еще конкурентная игра, то начиная с третьей четверти гости уже полностью завладели преимуществом. Главным действующим лицом на бракете стал форвард Ирбиса Маркус Майерс из США, набравший 33 очка. Для Иртыша это был самый сложный матч в сезоне. Ну, наверное, вы правы, она самая сложная игра во всех смыслах. Концовка сезона, обескровленная команда Иртыш, все команды усиляются. Даже Ирбис, да идущий на первом месте, казалось бы, берет еще большого украинца. От нас, скажем, наша, ушел лидер по очкам. В силу молодости команды нет человека, который спокойно возьмет все это, разрулит, расставит, начнет командовать. Итог на табло 74-108 в пользу Ирбиса. Лучшим в составе повладарцев стал Назим Аделбеков, набравший 17 очков. Впереди повторный поединок. Отступать некуда, впереди полуфиналы. По итогам напряженных матчей первой этапа плей-офф определилась четверка команд, которые продолжат борьбу за медали молодежного чемпионата Казахстана. И сильнейших узнаем прямо сейчас. Увы, для болельщиков из Павлодара команда, в которой играют сразу пять воспитанников из Прииртышья, уральские ястребы покинула розыгрыш, клуб уступил в четвертьфинальной серии Актобе. Также завершили сезон такие клубы, как Цемиртау, Кулагер и Астана. В первом полуфинале болельщики станут свидетелями западного дерби, в котором сойдутся победители регулярного чемпионата от Ираусских Жазбатыр и Актобе. Вторую пару составили действующие чемпионы страны Столичный Борис и Усть-Каменогорская Торпеда. Стартовый матч одной-второй состоятся в Атырау и Астане. Клубы из этих городов и считаются главными фаворитами розыгрыша. 16 команд, из которых 12 сельские сборные, боролись за право представлять наш регион на Республиканской гимназиаде по волейболу. Но для начала необходимо было доказать свою силу и показать уровень во время областного отбора. Судьба медалей решалась в поединках сельских сборных. Команда Шарбакты удивила всех, став главным открытием соревнований. Помимо наград получили несколько персональных номинаций. Вообще команды из районов показали свой высокий уровень. Волейбол здесь любят и регулярно тренируются. Есть, но мы как-то собираемся и у нас все получится. Получается. Как думаешь, удастся ли завоевать золотые медали? Надеюсь. Кто бы самый сложный соперник здесь был? Новая Мшоа. Количество сборных по прогнозам организаторов будет только увеличиваться. Дополнительные баллы в копилку школы не помешают. Напомню, это первый областной комплексной гимназиады по волейболу. В ней участвовали 280 юных спортсменов. Развязка только в последнем туре и совсем неожиданная. Победителем чемпионата области стала самая молодая команда. А ведь в лиге ветеранов играют футболисты возраст которых уже считают золотым. С искоркой в глазах и с максимальной отдачей в каждом матче. И так на протяжении всего футбольного марафона, который стартовал в декабре прошлого года. Зимняя лига ветеранов удивила даже бывалых участников стало больше. Много новичков, а в командах настоящие звезды. Все дружины профессионально подошли к селекции. Проходных игр не было. Конкуренция невероятная. Всего два очка на самом финише определили победителя. Чемпионат очень получился интригующий. До конца, до последнего матча Тора, как говорится, еще не ясно было, кто первый, второй, третий займет. Все команды ровные. Сейчас поначалу, правда, были слабые, а сейчас уже ровные команды. Очень интересный чемпионат получился. Волнение сейчас у меня и радость в душе. Приятно здесь, атмосфера такая, чтобы молодежи все это передать. Наши дети, внуки здесь ходят, видят, как их деды, отцы играют. Это, я думаю, воспитание для молодежи. Пусть они видят, пусть спорт не бросают, пусть играют, пусть бегают. Кульминация чемпионата церемония награждения. Чест в Нерснойс на третий тайм. Почти столько времени понадобилось, чтобы отметить победителя призеров и вручить номинации. Бронзовые медалисты, легенды, кибастуза, серебро, спартака, сборная Ктугайского района, игроки из Павлодарского села, заря, чемпионы области. Призов по итогам турнира было множество традиционные номинации, лучший защитник, вратарь, нападающий, бомбардир и полузащитник в топ-списке. Куэрат Садов, Николай Курганский, Александр Бакеевич, Итмука Шабанбаев и Асхат Куанай, но впервые вручили особенно ценные в память о тех, кто внес несгладимый вклад в развитие павлодарского футбола. Таким был яркий и самобытный защитник трактора ансата Иртыша Александр Манюк. В Лиге ветеранов его семья учредила специальную награду. В Щучинске состоялся четвертый этап Гранд Тур Биатлон. Это последний зимний старт в рамках юношеского чемпионата республики пройдут еще два летних. Уже по традиции соревнования завершили смешанными эстафетами в командной гонке. Павлодарцы завоевали пять медалей. Чемпионами стали Эвелина Тимофеева Вячеслав Дымовских и Альбина Трощева. Оружан Рамазан Серебряный Егор Горбачевский бронзовый призеры. Всего же домой наши биатлонисты привезли девять наград и пять в активе Эвелины. У нее полный комплект. Тем временем обошли алматинцев и переписали рейтинг. Мужская сборная области по спортивной гимнастике вмешалась в спор лучших команд страны на чемпионате Казахстана. Гимнасты из Шимкента победители командного первенства Павлодарцы вице-чемпионы Казахстана впервые. Результат исторический. Прежде среди взрослых сборных выше третьего места наши спортсмены не поднимались. В этот раз бронзовые медали у алматинцев. Новейшие истории гимнастики нашей Павлодарской второе место команды завоевали. Хотя мы могли бороться и за первое место. Но ввиду некоторых причин у нас один из ведущих гимнастов приболел. Мы второй день у него выступали. Я молодежь поставил молодых мальчишек. Они в команду пошли. Поэтому у нас и расхождение второе место всего 12 баллов. Наша команда по-прежнему самая молодая. На взрослом уровне дебютировали Даниил Ноженко и Артемий Абрамцов. Гимнасты здорово проявили себя в многоборе и в финальной части чемпионата. Даниил в упражнении на перекладине стал третьим. Артемий на коне обладатель серебряной а в общем зачете бронзовой медали. Можно было бы, но у меня слишком слабая база. Нужно тренироваться и учиться, чтобы было больше возможностей побеждать. Настрой был боевой. Было небольшое переживание подвести команду, но мы ее не подвели. Настрой у меня было занять место. Когда я выступала я боялся и подвести команду. и сам власти не занять место. И когда я выступала старалась сконцентрироваться и делать комбинацию без всяких падений. Высокий уровень подтвердили лидеры по Владарской сборной в группе мастеров Роман Хигай в многоборье второй по программе КМС Артем Ковалев третий. В финале наши гимнасты обогатили коллекцию медалей, добавив в нее золотые. Это были новости спорта, но мы еще не прощаемся. Уже по традиции специальный информационный блок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот таким был сегодняшний день. Запомните его. Для вас в студии работали Владимир Чубенко и Артем Буланов. Новостей на сегодня больше нет. Всего вам доброго. Смотрите «Юрбез» всегда и везде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова